Мы осуществляем свою деятельность за полярным кругом. Это месторождение Русское, Тазовский район. Мы локальное месторождение, но имеющее круглогодичную логистику и ограничены только логистическими ограничениями по работе в тундре. Есть ограничения, которые не позволяют нам строить линейные объекты с мая по ноябрь. Объем закупа в рублевом вычислении ежегодно составляет 15-20 миллиардов рублей в рамках бизнес-плана горизонта планирования 23, 27, 24 и 25 год. Также стоят на уровне около 20 миллиардов. Поэтому нам есть что попросить у вас. У вас есть возможность представить нам для закрытия нашей потребности. Так вот, потребителями являются площадочные объекты, такие как центральный пункт сбора нефти, такие как котельная. Мы уникальное месторождение, возможно, котельное в плане понимания каждого из нас. Это нечто такое сооружение, которое обеспечивает тепло, возможно, электричество. Так вот, я вам скажу так, уникальность нашего месторождения в составе нефти, которую мы добываем. Она очень вязкая, с низким содержанием серы, и проектная эксплуатация месторождения предполагает закачку в пласт в систему ППД воды с температурой 115 градусов. Соответственно, представляем объем закачки и какие мощности должны переварить это тепло. Соответственно, наши потребности это как обеспечение, подготовки, транспортировки нефти, так и объекты производственной и социальной инфраструктуры. Также это линейная часть транспорта нашего добываемого продукта. Мы добываем и нефть, и газ. Ну и, соответственно, объекты бурения. На текущий момент идет активное освоение месторождения. Локализация нашего участка составляет диаметром 60 километров. Но вопрос еще раз связан с тем, чтобы обеспечить устойчивые коэффициенты увеличения нефти, мы должны поддерживать внутрепластовое давление. И для того, чтобы не получать нефть на устье отрицательной температуры, греть ее извне. Ну и, конечно же, энергозатратное автономное месторождение сегодня пока обеспечивается электроэнергией, которые генерят на месте объекты генерации. И для того, чтобы получить промышленную генерацию, мы строим порты подстанций, понижающие электротехнические сооружения в условиях заполярья. Коллеги знают, что это такое, тоже обусловлены некими особенностями. Ну и, конечно же, линии электропередачи, вроде как, казалось бы, что тут сложного. Ну, я вам говорил о тех ограничениях, которые накладывает работа в тундровой части. В ее свойствах иметь при маленькой капле воды, попавшей в вечную мерзлоту, получается река, которую нельзя остановить. Соответственно, чтобы устойчиво стояли линии передач, необходимо а. правильно проектировать, б. соответствовать проекту. Мы прошли через вопросы опыта проектирования неправильно, как чужой опыт, так и наш опыт. Но на сегодня это является неким сдерживающим фактором, что мы, возможно, не все успели вовремя. И, как сказал Дмитрий Владимирович, то ускорение, которое нам предоставило возможность, она как раз нас развивает. Так вот, по классам МТР, это стандартное оборудование для линейной части, трубная продукция, линии соединяющая трубу и, еще у нас, надо сказать, все трубопроводы надземного исполнения. То есть это, соответственно, и опоры, которые мы применяем как просто в бытовом понимании полка, так и являющейся частью технологических трубопроводов. Отдельный, хочу сказать, вопрос занимают внутрипромысловые трубопроводы водоводы. Я вам говорил, что технологически доставить воду 115 градусов до устья скважины ППД повышает коррозионную уязвимость транспортного узла, транспортных линий. Соответственно, это уникальный опыт нашего проекта, нестандартное оборудование, которое мы на сегодня также спрашиваем на рынке. Хотя, хочу оговориться, продукт компании «Синары» сегодня это трубная продукция, изделия из трубной продукции, металлоконструкции являются приоритетным в приобретении у данного оператора закупок. Но, как говорится, мы живем очень быстро, и когда выходит подрядчик, и необходимо вносить изменения в проект, мы вынуждены оперативно обращаться на рынок, что мы регулярно и делаем. Но я об этом скажу чуть позже. Конечно же, столкнулись с вопросами обеспеченности КИПа, учительной техники. На сегодня это наш вопрос оперативного перепроектирования. Как раз мы здесь и надеемся на ваши предложения, которые мы сможем рассмотреть как аналоги и совместно с проектными институтами уже интегрировать наши проекты, которые, сами знаете, имеют длительный цикл подготовки, и трехлетний проект не учитывает реалии, которые произошли буквально в динамике за последние два года. Я хотел бы сказать поэлементарно для того, чтобы увидеть нашу потребность стать участником закупок. Это у нас представлено на площадках TechTorque. То есть вопрос размещения как потребности в работах, услугах, так и в МТР у нас локален, и можно только посмотреть в дублирующем формате на сайте нашей компании. Но для тех, кто с нами работает, это простая и логичная последовательность, наверняка знакома. От получения заявки по участию в наших закупках, так и рутинную работу, которую проходят наши участники до выбора и заключения договорного документа. В принципе, для ускорения таких процессов, которые сегодня ведет наша компания, компания «Роснефть», необходимо иметь дисциплину в планировании, в качественном пакете документов. Ну и здесь я не оговорюсь, скажу, что приоритет при ранжировании – это минимальная цена. С маленькой оговоркой. К нам гаражи очень редко попадают сегодня. Мы также выстраиваем свою систему квалификации, и компания проводит технические аудиты. Я очень рад, что наши партнеры, мы являемся также партнерами, формируют новую библиотеку, которой вы хотите поделиться в открытом доступе, что очень замечательно. Ну и при этом референс-листы мы принимаем от наших участников с опытом работы с другими нефтяными компаниями. Я хочу еще сказать, чтобы мы не говорили на пальцах о том, какую потребность вы можете предложить, либо я озвучить, какая мне нужна. Это действительно трудоемкий, рутинный и, безусловно, непродуктивный процесс. Наши партнеры, электронная площадка «Текторг» на сегодня в автоматическом режиме позволяют осуществлять доступ участников к нашей потребности. И для этого необходимо, первое, конечно, зарегистрироваться, да, и этот процесс занимает сегодня максимум 5 рабочих дней. Ну, все зависит от, опять же, качества пакета документов. Я хочу еще сказать о неком прикладном продукте, который разработан совместно с компанией «Роснефть» — это корпоративный интернет-магазин. Вопросы закупок, которые можно осуществлять через этот портал, ограничены лимитом 5 миллионов рублей, но они являются как раз возможностью работы как производителей, так и их представителей в розничном бизнесе снабжения. То есть при выставлении на полки виртуальных своих товаров вы найдете автоматически те потребности, которые размещены от многих обществ, групп и компаний. То есть причина такой потребности мной была названа ранее, да, то есть прошлые проекты не учитывали те реалии, в которых мы находимся. И этот инструмент сегодня стал палочкой-выручалочкой для многих обществ, группы, чтобы удовлетворить спрос конкурентным способом. Я еще хочу сказать, что на сегодня неоднократно сталкиваюсь с вопросами производителей, как нам представить свои предложения, те наработки, которые мы хотим реализовать. Первый старый проверенный способ, конечно же, это личное общение, это направление своих предложений о рекламе себя как новатора, как, может быть, надежного производителя, адресно куда-то в общество, группа, а там попадет оно до эксплуатации, мы не знаем. Так вот, такой механизм сегодня реализован на площадке TechTorque, вы можете заполнить свои предложения, да, и они также будут адресованы автоматически по запросам тех обществ, группы, которые как раз являются вашими потенциальными потребителями.